Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина и мы будем готовить яблочный торт. Для яблочного торта нам потребуется 1,5 кг зелёных яблок кисло-сладких, 1 стакан сахара, 1 стакан манной крупы, 1 стакан муки, 1 чайная ложка соды и 100 г сливочного масла. Яблоки нам необходимо потереть на средней или крупной тёрке. По рецепту они должны быть очищены от кожуры, но я кожуру оставлю, потому что в них больше сохраняется питательных веществ и в принципе она нам не помешает. Итак, сначала мы займёмся яблоками. Берём яблоки, освобождаем их от середины и натираем на мелкой тёрке. И так поступаем со всеми 1,5 кг. Рецепты интересные очень. Торт должен быть похож на торт Наполеон, только с яблоками. Так яблоки я буду натирать с помощью кухонного комбайна, блендера. Итак, яблоки у меня готовы, они уже потемнели. Довольно увесистая начинка у нас получилась. Теперь приступаем к формированию непосредственно самого теста. Берём стакан сахара, стакан манной кубы. Берём всё с горкой, то есть полные стаканы. Чайную ложку соды. Гасить уксусом мы её не будем. У нас погасится яблоком. То есть сок, который выделяют яблоки. Так, чайную ложку соды. И стакан манки. Всё это хорошо перемешиваем. Вот, непосредственно тесто для пирога у нас тоже готово. Тесто получается необычным. Без сметаны, без яиц, без воды. Жидкость только от яблока. Будет сок яблочный. Ну и масло, которое мы с вами сделаем сверху уже. Непосредственно, когда все слои будут выложены. Всё хорошо перемешиваем. И будем укладывать слои в мультиварку. Так, чтобы сода у нас тоже везде попала. Итак, берём пекарскую бумагу. Бумагу для выпечки. Хорошо её промазываем маслом. Выпекать мы будем на пекарске бумаги. Чтобы нам было удобнее не надостать. Чтобы торт у нас сегодня не вытонялся. Так, хорошо помазываем маслом. Масло у нас мягкое, проматывается хорошо. Теперь посыпаем сверху мукой. Будем укладывать этот отрезок пекарской бумаги в мультиварку. И так, посыпаем манной крупой. Обильно. Чтобы пирог у нас не прилип. Масло, мука хорошо пристаёт. Ну, крупа к маслу следующему. Так. Укладываем в мультиварку бумагу для выпечки. Вишнюю манку я спряхнула. Теперь разравниваем её. Просто кладем так. Если я заранее не померила, а примерно. Где надо, вы уголки загибаете. Примерно вот таким образом у нас уложится. И так, бумага у нас постелена. Теперь будем непосредственно собирать пирог. И так, на дно кладём сухую смесь. Смесь у нас должна быть намного тоньше. Коржик, чем будет яблоки. И разравниваем. Можно руками, можно кисточкой. Так, разравниваем смесь. Первый и последний слой у нас должен быть состоять из теста. Дальше уже пойдут слои. Так, первый слой готов. Теперь кладём яблоки. Слой яблок должен быть около сантиметра толщиной. Яблоки мы не сахаром, ничем не посыпаем. У нас сорт кисло-сладкий. Мне вообще нравится, когда в выпечке сочетается сладкий вкус и кислый. Тем более, в корже мы добавили сахар. Поэтому. Яблоки сочные. Сок можно тоже чуть-чуть туда добавлять. Чтобы они были не сухие. И разравниваем. Толщина где-то около сантиметра. Если будет сильно толсто, у нас просто коржи не смогут подняться. Поэтому оптимальный вариант. Сделаем руками. Ещё это сделать руками. Ещё чуть-чуть. И укладываем так слои, пока у нас не закончится тесто и начинка. Берём следующий мучной слой. Мучной слой должен быть тонким, но покрывать полностью всю начинку из яблок. То есть мы его вот так посыпаем. Присыпали сверху. И кисточкой ещё можно разровнять. Чуть-чуть. Чтобы яблок у нас не было видно. Берём следующий слой яблок. Опять около сантиметра толщиной. Сейчас я их перемешаю, чтобы жидкость питалась. Должно получиться 4-5 слоёв. Последний слой должен быть из муки. Итак, яблоки я выложила все. Осталось сделать верхний слой. Он должен быть последним. И состоять из теста. Из сухой смеси. И сверху на него мы нарежем масло, которое у нас осталось. Вверх мы посыпали. И выложим остатки масла. Просто сверху. Масло растаянное. Растаявшее. Небольшими кусочками. В принципе, пирог у нас готов. Торт яблочный. Можно ставить выпекаться. Особенностью будет состоять еще в том, что после выпечки мы его оставим отстывать в мультимарке минимум на часа 2. Можно и больше. Чтобы у нас впоследствии не осел. Все 100 грамм масла у нас растает, пропитает нижние слои. Поэтому не жалею. И так аккуратно закрываем мультиварку. Бумага для выпечки можно остаться внутри. Ничего страшного нет. Выбираем режим выпечка. Одного часа вы видели в высокий торт у нас получится. Будет мало. Поэтому добавляем еще сразу 20 минут. И нажимаем кнопку старт. Хочу сразу сказать, что во время выпечки открывать и смотреть, как там происходит выпечка. Как идет процесс нельзя, потому что тесто осядет и уже никогда не поднимется. И пироги из-за этого получаются низкие, сыроватые, плотные. Итак, прошло час 20. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Облачный пирог у нас. В принципе, готов. Это осталось от масла. Сейчас мы отключаем подогрев. И даем пирогу отстыть прямо в мультиварке. Чем дольше он у нас будет стоять, тем более сочный получится. В принципе, если мы используем, как я, бумагу для выпечки, то достать его можно сразу. Если вы не будете использовать бумагу для выпечки, то необходимо дать отстыть именно в мультиварке ему. Постепенно, видите, осталось и дать. Дать отстыть в мультиварке. И потом уже достать на поддон. Я все же его лучше оставлю. Пускай он у меня отстывает хотя бы час-два с открытой крышкой в мультиварке. Потом мы его достанем, посыпем сахарной пудрой и украсим. И можно будет подавать к столу. Итак, у меня прошло уже 5 часов, 5,5 часов с момента, как испекся наш пирог, торт яблочный. Вообще, он имеет название часто насыпной пирог. Итак, мы его достаем из мультиварки. Вот такой вот он, в принципе, большой и пышный получился. Теперь я его переложу на другую тарелку. Наш яблочный торт полностью отстыл. Нам осталось его украсить. Украшать мы будем сахарной пудрой. Так же сверху я посыплю дробленными грецкими орехами. Яблоки с орехами сочетаются хорошо. И украшу чуть-чуть нодом. Иногда такие насыпные пироги делают из тыквы или абрикоса. Поэтому вы можете попробовать любой из вариантов. Так, дальше посыпаем орехами. У меня горсточка, даже не знаю, сколько тут грамм. и не очень большая горсть. Орехи зелогрецкие. С яблоками не лучше всего сочетаются. И так, последний штрих украшения это мед. Вот яблочный торт у нас полностью готов. Давайте посмотрим. Он очень мягкий. Вот такой слоеный торт у нас получился. Здесь можно увидеть в разрезах тесто. И между ними слой яблок. Выглядит очень аппетитно. Ароматно. Поэтому приятного чаепития. И до встречи. Продолжение следует. Продолжение следует. И так далее. И так далее.